Христос воскресе! Бои святитель Иоанн Златоуст в проповеди говорит о Христе на тридневное воскресение Господа нашего Иисуса Христа радуйтесь всегда Господи, возлюбленные братья еще говорю радуйтесь, Господь близко ни о чем не заботьтесь филиппийцам 4 глава Господь восстал из мертвых и вместе с ним большое множество святых будем же праздновать сладостно и трезвенно это поистине тот день его же сотворил Господь возрадуемся и возвеселимся вонь возвестим о воскресении спасителя лучше же сказать возопеим о нашем спасении возвестим память о том спасительном дне возвестим о умершлении дьявола о пленении нечистых демонов о спасении христиан о воскресении мертвых через воскресение Христова угошается гиенна огненная умирает неусыпающий чельфь ад приходит смятение дьявол печалится грех умершляется злые духи преследуются те которые произошли из земли и сбегают сбегают на небеса находящиеся в аду освобождаются от уст дьявола и прибегая к Богу говорят дьяволу где ты смерти победа где ты ада жала 1 коринфянам 15 глава 55 стих виновник же у нас этого святого праздника и торжественного собрания Христос податель и всех нам благ Он и сотворил нас искренне и привел из небытия в бытие Он и теперь спас погибающих Он оживотворил омертвелых Он избавил от дьявольской тирании нас бывших рабами греху Он сделал свободными и истребив бывшее нас рукописание Колоссянов 2.4.14 Христом Христос искупил есть от клятвы законной быв по нас клятвой Галатам 3 глава 13 стих по этим причинам достойно и нам сказать что воздадим Господу за все что сотворил Он нам будучи единородным Богом Он благоволил ради нас сделаться человеком и был послушен даже до смерти Филиппийцам 2.8 Чтобы избавить нас от вечной смерти носил зрак раба Господь ангелов восприял плоть Бог Слова и явился человеком тот кто имел один с Отцом вид и одно существо и претерпел это чтобы исторнуть нас из неправедного рабства и выкупить из бесчестия поэтому перенес страдания плотью податель нашей жизни поэтому и был погребен источник бессмертия чтобы даровать смертным вечную жизнь и Он пребывал на земле совершая благодеяния и исцеляя болезни людей но от богопротивных иудеев воспринял воздаяние недостойное Господь наш Иисус Христос по великой своей благости очищал прокаженных слепым даровал зрение исцелял хромых прогонял демонов воздвиг из мертвых четверодневного лазаря пятью хлебами насытил пять тысяч человек ходил по морю превратил воду в вино исцелил кровоточивую возвратил к жизни умершую дочь начальника синагоги и совершил много других тайн достойных изумления иудей же возбужденной завистью и недоброжелательностью то хотели побить Господа камнями то пытались низвергнуть его вниз со скалы а наконец возвели даже и на крест Господь же наш Иисус Христос не подражал злобе богохульствующих иудеев но и плещи свои вдохнул на раны по слову пророка и ланиты свои на заушание и не отвратил лица своего от позорного заплевания и наконец как овца веден был на заклание и как агнес предстригущим его безгласен он не проявлял сопротивления не противоречив Исайя 50 глава 6 стих дальше будучи укоряем против не укорял страдая не угрожал предавая себя судящему праведно 1 Петра 2 глава 23 стих при первом своем явлении он не пришел наказать и отомстить неверным но восхотел великодушием и терпением привести заблудившийся к истине и пойми Господню благость и великую доброту иудеи злословили его и говорили ему беса ты имеешь Ивангелет Иоанна 7 глава 23 стих Господь же будучи долготерпелив прогонял из людей демонов иудеи плевали на лицо спасителя а он врачевал их слепых иудеи пытались побить Христа камнями а Христос даровал их хромым силу бегать и постоянно продолжал благоденствовать оскорбителям и за зло воздавать тем неблагодарным и беззаконным людям добро не злобиво же перенося оскорбления быть может даже считался немощным дареносимый ангелами и чтобы не показалось что мы говоря много удлиняем это слово перейдем и к самым главным предметом и так наконец был возведен на крест и смерть царь славы и пригваждался к древу славословимый самими херуимами серафимами и поклоняемый всеми силами и ангелами но он кротко перенес и терпел это доставляя нам пример и сделавшись учителем кротости и мы поэтому должны доблестно переносить угрозы дурных дурных людей ведь и на кресте повешенный он проявил очень великое дела и очень много чудес чтобы хотя таким образом положить конец неистовству безбожников так чтобы они не имели повода к неверию и не могли говорить что распяли только просто человека и так прежде всего Христос не шел до того что был распят и поднят на воздух чтобы прогнать находящихся в воздухе демонов он был повешен на древе чтобы исцелить древний через древо приросший к людям грех а также был пронзен в ребро копьем из-за жены взятой от Адама ребра так как змей прельстил Еву а Ева устроила что Адам сделался преступником приговор же был произнесен против их обоих и царствовал смерть от Адама до Моисея и над не согрешившими римлянам 5 глава 14 стих то поэтому ранится Бог чтобы мы поняли что страдание Христа принесло спасение не только мужам но и женщинам Адам был сотворен первым потом Ева и Адам не был прельщен но Ева прельстившись оказалось в преступлении спасется же она через чадородие какое чадородие если не через чадородие Марии она родила спасителя Христа не сочетавшись с мужем как свидетельствует Исаия 7 глава 14 стих но после того как осенил ее святый дух как благовестил архангел Гавриил по этому то поводу поражается и ребро Христова что было устроено предреченное и было возвещено таинство крещения и воссияла грядущая благодать кровь и вода вытекают из ребра Христова чтобы истребить ежи на нас рукописаний грех Колоссянам 2.14 и чтобы мы очистились крови его и получили рай о великое таинство разбойник раскаялся была потребность в воде чтобы он был крещен он висел на кресте не было другого места для крещения ни источника ни озера ни дождя ни совершителя таинства так как все ученики вследствие страха перед иудеями убежали но Иисус не имел недостатка в источниках а и вися на кресте был творцом вот так как разбойнику нельзя было войти в царство небесное бескрещение и надлежало чтобы раскаившийся не остался без крещения то спаситель источил из пронзенного ребра своего воду и кровь чтобы и разбойник освободить от угрожавших зол и показать что его кровь сделалась выкупом для тех кто возлагает на него свои надежды ащиба кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных дабы чисто было тело евреям 9 глава 13 стих то во сколько раз более кровь Христа спасителя нашего сделалась очищающей всех христиан и так если кто-либо из неверных скажет тебе почему распят Христос скажи ему чтобы распять дьявола если скажет тебе почему он был повешен на древе скажи ему чтобы отозвать назад грех происшедший в раю через древо скажет тебе почему он носил даже тернии скажи ему чтобы исторгнуть тернии волшцы адамовы потому что адам был осужден стенать и трястись от страха и возделывать тернии волшцы Иисус будучи человеколюбив желая позаботиться о своем творении ради нас перенес все чтобы освободить нас от осуждения и как рожден он был женой чтобы уничтожить происшедший из-за жены в людей грех так и увенчивается тернием чтобы дурно возделанную прислушанием землю сделать более плодоносной через посредство собственного его послушания если же скажет тебе зачем он пил желчь и уксус то скажи ему чтобы мы изрыгнули смертоносный яд дракона потому что та же сделалась моею сладостью и тот уксус стал моим лекарством если же неверный снова скажет тебе зачем он облекся даже в багреницу и почему подходя к нему падали на колено то скажи ему чтобы иудеи поклонились ему даже и не желая и чтобы исповедали его царство на земле даже против своей воли теперь насмехаясь они поклонялись не зная того что именно делали в будущем же воскресенье всякое колено преклонится небесных земных преисподних и всякий язык исповедует Господа Иисуса Христа во славу Бога Отца филиппийцам 2.10.11 аминь но та хламида имеет также и другое значение она не только изображала царство но указывала собой и на жажду крови и на склонность к убийству присущей иудеям дали же они и трость в руку его чтобы были записаны их грехи и так это делали противники Христа не зная распинаемого лучше же сказать добровольно будучи ослеплены тварь не узнала своего Господа и Творца когда спаситель еще висел на кресте солнце чувственное узрив солнце правды Христа оскорбляемого беззаконными не перенеся дерзости убегает погрузив землю во мрак и сочтя неуместным помогать и освещать глаза тех которые совершили величайшее нечестие но не только убежало солнце а и земля в смятении затряслась не перенося беззаконие того что совершалось показывая со своей стороны и уча что Бог был распинаем почему она и не стерпела но выразила негодование не желая поносить на себе безбожных иудеев не так осквернил землю брата убийца Каин и не так отягчило ее столпотворение производившееся великанами и не так осквернили ее беззаконные садомляне и даже те самые кто творил из нее идолов не так отягчило ее пролитая кровь Захария и Авеля как иудеи дерзнувшие на это великое нечестивое деяние поэтому расседалась и сухая скала чтобы поняли люди что он духовная и живая скала пия говорит писание от духовного последующего камня камень же тот Христос 1 корица 10 глава 4 стих о иудейская неблагодарность скалы расселись они остаются бесчувственными бездушные предметы в смятении трясутся одушевленные не веруют завеса церковная раздирается чтобы наконец обнаружилось их запустение завеса же раздралась и обнажилась находившаяся во храме ради Христа который сказал все оставляется дом ваш пуст Матфея 23 глава 38 стих после христоубийства все святые иудеи были святыни иудейские были опустошены и прибывшие в городе и храме ангелы перешли оттуда и вошли в церковь многие же тела усопших святых воскресли вместе со Христом чтобы мы поняли что Христос умерший не восстает один только но воскрешает из мертвых всех верующих в него это святой праздник Пасхи и это таинство христиан мы прославляем по причине воскресения мертвых и вечной жизни тем же допразднуем не в квасх злобы и лукавства но в бесквасе чистоты и истины 1 Коринфянам 5 глава 8 стих веруя в Отца и Сына и Святаго Духа в Троицу Невосушную несозданную веруя воскресенье ожидая что Господь опять придет однако уже не уничиженно но славно с небесными великолепием со светлыми ангелами с трубным звуком и страхом и радостью конечно святых и праведных страх же неправедных и грешников Бог же мира да удостоит всех нас воскресения со святыми нас оказавших владеющими прекрасными делами и православной верой по благодати человека любви единородного его Сына с которым слава честь и поклонение всесвятому и благому уже творящему Духу ныне и присно и во веки и веков Аминь 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 Аминь